сейчас я хочу чтобы вы почувствовали свою интуицию кто сейчас рядом со мной что за мужчина приветик приветик так мужчина пожалуйста не выдавать не давайте никаких позывных знаков спасибо ой по поводу челки вообще можете ничего не говорить я вас прошу а я и так сегодня с утра чуть с ума не сошла с ней пыталась ее как-то усмирить она неусмиримая со мной горы мужчина в квартире мужчина ну ладно уже угадали уже угадали ну что вы там кто-то сушка челка вообще смотрится в порядке реально ли отрезала челку себе сейчас очень похоже спасибо пьяная вот почему люди думают если я улыбаюсь то я я сразу пьяный до стельку вообще я еле стою поэтому облокачиваюсь нет не папа нет 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 но челка на глаза лезет о игры я сегодня девочки утром проклинала все и вся с этой челкой я пыталась его как-то уложить киркоров да наконец-то правильно ответили у меня дома киркоров решил зайти чаек попить между недалеко здесь на октябре примера была по соседски чисто зашла спорте спортивным игрок пиля пойдем ко мне чайку попьем основе дик на студию нет реально такая хорошая с этой челкой да слушай то ли здесь свет удачный то ли не понимаю это тоже никакого хорошего фильтры включены нет фильтра вообще не надо смотри это шутка знаете как проверить фильтр есть или нет это еще вот так делает вот смотрите бац и что-то происходит то значит фильтр стоит слетает подожди подвинься чердак что знакомьтесь это мой друг аслан мы с ним очень часто любители попутешествовать последний раз где мы были тревел 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 контент вы говорили в том эфире что вы типичная дева поэтому вы стать а стоп мою натальную карту смотрели аслан интересно очень много от весов поэтому вы стать справедливость любимым человеком надете общий язык смотрел ой расскажите про натальную карту можно пожалуйста есть такая возможность ой хочется узнать что-то магическое мистическое похож немного на кемаль из черной любви знаешь кто такой кемаль да мне писали но я не знаю но не смотрел черную любовь смотрел нет вообще с кисела ни один не смотрел я там только снимался я играла тоже роль турецкую естественно внешность позволяет отыграть чисто турецкую женщину чем планируете заниматься сегодня ночью ребята мы друзья чем планируем заниматься спать аслан у себя дома я у себя почему вот как-то так это не диван неудобный просто к силой да каким шампунем пользуешься девочки я в последнее время да правда ушла в понтин черт побери так чай будешь асечка давай заварю нам чайку сейчас ребят извините угощать гостей что у тани дома ничего так но чай есть всегда мая тоже дружила но всякая конечно возможно но мы друзья все знаете у нас как-то вот у нас проверенное времени мужей ночевали в одном номере и нетрезвые ночевали в одном номере поэтому ребят если бы зажглась вспышка она бы уже свершилась бы точно да поэтому он ли френдли но вы знаете многие не верят друг между мужчиной женщиной это абсолютно я считаю вот я хочу развеять этот миф потому что она существует и я вам больше даже скажу что в моем случае она даже более крепкая нежели чем дружба между женщиной женщин женщины еще те штучки реально свет реально хорошая свет хороший скажем в порядке вы примерно во сколько родились я родилась ночью с 30 на 31 августа сейчас я скажу в 1220 у нас мама всегда споры гримом во сколько родилась 1240 или 1220 1220 она мне говорит или 1240 ночь короче с 30 на 31 августа а есть вариант низ фейков писать хочу там шампунь у меня сейчас понтин праве перешла с тяжелого люкса с балман на обычный людской понтин на самом деле реально я решила немножко в последнее время бюджете купе подэкономить вот и доставай да сейчас реально покажу свой ну слушайте аренду подняли какие варианты тут несколько вариантов либо продолжать пользоваться баллы шампунем люкс либо же перейти на понтин и продолжать жить на арбате я выбрал второй вариант чем-то всегда нужно жертвовать правильно называют скажи поздаваться чуть-чуть мне кажется я мало добавила самого человека жалела конечно все дорого ну смотрите как я могу пози как этот делает помнишь типа соль 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 а вот так сейчас тут везде больше вы видели этот шедевр все видели это ослана вообще было реально профессионально так внимание друзья ладно это не получается все короче вот по-русски без всяких вот этих лакедонов закидом а есть что-нибудь интересное чтобы мы это зачли ребят у меня 24 аслан 24 года вообще еще молоденький молоденький красивенький ну средь ну средь что такое ну средь что такое ну средь аслан звучит как оскорбление как не знаю мы только в новат ханте хотели пойти на это не сказала у меня дома чай вкуснее я же говорю у меня эконом режим запущен я говорю аслан никаких ресторанов чаев такой же чай я тебе сделаю себя дома бесплатно все ну правильно я правильно рассуждаю здесь кажется даже дороже находиться сейчас читаю что мы уже поели и попили все он смотри в окошко хороший вид красивый арбатский вид только зашла вот этот маффин есть вариант не с фейка сидеть да вообще послушайте маффин я вообще не понимаю вот как бы да вы кто во первых я вообще тоже не люблю когда люди во первых с фейка пишут какую-то ересь очень непонятную выйдите со своего аккаунта мы оценим вас активно активно такой да да почему волосы постоянно гладишь я пытаюсь челку угомонить свою смирить сегодня все это за раз в россии не продается с дырочками эксклюзив ну это мы вместе покупали кстати в стамбуле реально? да в прошлом летом почему с фейка а потому что у вас как бы аватарки нет то есть все очень просто кстати сейчас только сейчас обсуждали инстаграм у инстаграм появилась новая функция ты заходишь в свои подписчики если у тебя большая аудитория там написано потенциальный спам и он предлагает тебе удалить удалить спами да и там можно одной кнопку удалить вообще вас всех мне кажется это тип ну у вас всех он имеет ввиду таких пустые аккаунты да короче да и я вот зашла с он говорит тань удалите по спамеров а я даже испугался я не знаю типа вдруг что случится инстаграм это расценивает что ты вообще ну короче мертвые у меня сколько у меня пять пять тысяч с чем-то типа спамеров ну таких типа не сильно активных назовем их так если аватарки нет то это фейк ладно не будем там спорить маффин это пончик да нет это кекс маффин это кекс присмотрись к нему молю да каждый день на него смотрю ребята каждый день вот эти вопросы тоже постоянно я уже просто не могу я их вот уже и в игнор потому что это реально уже как ну да невозможно челка челка гуляет вообще своей жизнью то есть я у нее своя жизнь а вот кстати смотри вот так я Алла Духова нет ты знаешь ты сториз сделал такую дульку с этой челкой тебе просто надо в диснейленд вот сфоткаться на фоне диснейленда только классно ты как мини смотришься вот так ты еще поцелуйчик сделаешь типа так да как ты делаешь да и все просто реально мини Азлан все мне говорит Таня езжай в диснейленд у тебя открыт шенген сделай эту фотку с ушками микки мауса да потому что когда ты поцелуйчик делаешь ты просто дисней принцесса из диснея живенько не то слово живенько вообще конкретно Соседи да хорошо что соседи они пишут хорошо что соседи кто соседи мы с тобой да реально просто челку отрезали мы познакомились в Сочи года два уже назад да в Сочи года два смысл Татьяна и чай непривычные я вообще честно сказать в шоке ребят давайте вот сейчас без шуток кроме шуток типа на серьезном поговорим непривычно что я часто употребляю алкоголь или же вы меня видели в каком-то супер опьяненном когда-то состоянии в сторис бывало конечно ты помнишь когда я дала информацию очень непонятно зачем это было бы давай расскажем да короче ребят мы с Асланом один раз прям очень жестко напились очень жестко Таня записывает видео сейчас это я типа для ну короче какое видео которое в зеркало да я записываю видео я хотела да это отправить одному молодому человеку это видео по итогу я просыпаюсь открываю сторис помните сторис я в Анталии да естественно они не помнят потому что я выставила сторис в зеркало вот там я была просто в ноль под музыку я там просто сообщила что мне нужно носить бандаж еще две недели вот это вообще как бы типа причем говоришь две недели да написано два месяца короче кто это да вот это вообще я просыпаюсь и думаю боже зачем я вообще это выставила как бы естественно я это утром удалила вот но конечно я живой человек я могу иногда расслабиться которое шампанским не нравится там вообще типа это тоже хорошее где ты а с шампанским так это вообще мое любимое видео да 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 это мое день рождения я отмечала 31 год и типа как бы я даже не скрывала там ты в порядке да не скрывала того что я очень как бы прям отметила отметила так отметила ну поэтому все мы живые люди те кто делает из себя каких-то не знаю святых которые вообще не пьют никогда ребят таких нет таких людей я лично знаю но я честно вам скажу вот я недавно познакомилась с одним мужчиной мне говорит я не пью вообще ой наталья карта проснулась а ну сейчас секунду про мужчину сейчас расскажу у вас марс в близнецах ваш типаж мужчины воздушные легкие харизматические с хорошим чувством чувство юмора миллиард процентов с ними интересно но опасность что они не будут отличаться стабильностью верблять все в точку ты понимаешь вот все в точку вот просто как бы как в воду глядели юмор правда правда абсолютная права абсолютная правда вот вы как воду глядите юмор харизма всегда всегда вот в таком состоянии для меня важно чтобы мужчина был в компании знаете такой типа душа компании вот он заходит и все и движуха начинается потому что вот он зашел и он вот этот движ собственно создал но есть минус у таких мужчин потому что они в центре внимания и все внимание к ним странно почему да и такие мужчины зачастую гулящие да нет вы что верите в этот эконом режим то они да это бред можете забыть что да эконом режим будет распространяться на 8 марта как будешь отмечать где эконом режим ну типа будете отмечать эконом режим на праздник ну не знаю здесь уже от крайности в крайность как то у нас получается надо подумать вообще 8 марта должны мужчины создавать этот праздник для женщин поэтому естественно как бы ну она про виниры ни слова какие про виниры это не виниры у меня это не виниры а что вы подарите Таню подружку ну ребят я вот уже принес подарок так подарки уже начались вот сегодня одни подарки так а вот еще один подарок Аслан вообще-то вчера Рафаэла проносил кстати реально шутки шутками это абсолютно правда есть заначка реально вот он пришел никогда кстати не приходит с пустыми руками знаете если приходят люди просто вот поэтому на 8 марта я не собираюсь в гости 8 марта он будет занят немножко он мне позвонит есть в делах да да он мне позвонит 9-го скажет Тань блин что-то вчера как-то так дел много было жадно вот кстати кто-кто Аслан вообще не жадный челка реально просто у вас есть шанс молодой человек шанс у тебя есть шанс? нет шанс у меня нет молодого человека я же вам говорю я недавно виделась с мужчиной не буду говорить когда конкретно ну прям совсем недавно и вот вернемся к теме алкоголя и он мне говорит что он не пьет вообще ну типа меня сразу это немножко настораживает честно то есть мне кажется что нормальный человек все равно но иногда выпивает правильно? слушай если он не пьет и веселый все равно это еще хуже да? он веселый или? нет он веселый но типа все равно меня всегда это настораживает не знаю хотя возможно это просто какой-то может он должен не просто он на спорте? угу я тяжелый спортсмен да значит нет ну типа если нет это круто реально круто и я в свое время тоже брала аскезу я не пила месяц но я-то не пила из-за аскеза только то есть условно говоря для меня допустим ой все даже отвечать на тупые такие вопросы не хочу а с алкашами интересно прям не надо из крайности в крайность то есть для меня когда человек вообще не пьет это немножко смущает да круто конечно круто да короче ладно все все ой не могу устал где Майкс у вас Венера в девять все там иди сюда что? Венера в девять Венера в девять так все я читаю все Венера в девять и такие у вас Венера в девять то есть вы можете быть расчетливы в выборе партнера а такие личности постоянно стремятся к идеалу и даже в самом совершенном человеке находят недостатки да это не максималист либо все либо ничего просто тут как бы вот знаете как в песне у этого как он все или ничего чисто все или ничего вот так нет шутки шутками вы действительно пишите абсолютно реальные вещи то как и является я идеалист это мне мешает и где-то в рабочих моментах вот даже сегодня взять ребят чтобы вы понимали мне скинули тизер на предстоящий трек и естественно куча всего мне не понравилось но это правда вот мы сидели сегодня четыре часа вносили правки вот пока у меня не будет идеального чтобы вот мне скинули материал я посмотрела сказал вот это кайф то есть я чтобы понимать секундно разбираю видео секундно то есть не просто типа бац посмотрела но в целом как бы вообще это выводит прикольно нет меня это не устроит мне даже чтобы было очень круто вот чтобы я сама посмотрела захотела еще раз как-нибудь вау чтобы было вау да еще интересный факт про Таню а ну давай в каждом путешествии какой-нибудь просто типа пока меня нет ас сними видосик для сторис потом превращается просто в рилс потому что это правда каждое видео видео каждое видео шедевр это правда Аслан так снимает что просто потом как бы мы с такими стоим я говорю блин Аслан ну что это как-то даже немножко для сторис жирновато да чересчур круто обычно у людей на рилс не тянет не надо в рилс как познакомились в Сочи мы два года назад познакомились Танюш давай про медицину свидание на носу я переживаю человек простуду на губе слушайте купите себе как он назвать завиракс самая популярная мазь от герпеса на мажьте и все будет супер год она кстати реально очень быстро убирает возьмите завиракс мазь и завиракс таблетки и все и у вас не будет ничего не переживайте вы думаете вопрос асечка твои пришли считаешь калории надо кстати говоря считать я сейчас активно занялась спортом я поменяла себе тренера об этом я расскажу вам позже возможно даже вообще у всех сторис возможно не расскажу что она отменила тренировку вот и она да и она решила прям плотненько заняться она говорит сейчас мы будем полностью тебя измерять но я два часа назад сожрала как называется хот-дог но я реально слежу за тем то что я ем но я настолько вот вас бывают дни когда вы настолько вот у вас столько всего много дел и вам так хочется есть я сегодня сорвалась я естественно не должна была есть этот вонючий хот-дог но я просто мы просто стояли в пробках просто очень долго короче я съела хот-дог очень хотели есть прям в этом кинотеатре взяла себе этот добрый черт я буду добрый кола без сахара без сахара ну это важно тоже реально я не понимаю если ты уже типа пьешь колу то уже не отказывай себе нет ну здрасте кола без сахара и обычная кола ну как бы извините мне кажется там по калориям не сильно разница я пью кофе когда хочу есть смотрите есть нужно не надо вообще типа не есть это плохая история ребят вы должны есть те кто худеет у меня нет цели похудеть я наоборот хочу набрать белка себе белок для мышц чтобы у меня попка было чему ей расти она как бы поднимется да за счет тренировки но нужна там масса туда за счет этого нужно есть просто много белка все очень просто подождет ванная там нет чего-то белок это что мясо рыба курица овощи и естественно без кляров без жира нет нет маленький краник что за фирма что за фирма а что за фильм был как назывался сокровища империи императора императора ну это не фильм это шоу чего никогда нет в женской сумочке у меня конкретно никогда нет вот я вам честно скажу это наверное очень такие личные моментики чего у меня никогда нет женской сумочки ты понял про что я но у меня действительно этого никогда нет женской сумочки я мой с кем общаетесь с кем общаетесь я даже вич не произношу ребят пожалуйста правда эти вопросы вообще настолько уже не актуально опять чая больше нечего у меня есть я показала бы холодильник но действительно просто нечего больше есть ну вот такая я ой норочка спасибо большое всегда она меня хвалит всегда пишет только добрый комментарий вообще да спасибо почему девушки открывают рот когда красят ресницы на самом деле хороший вопрос мне кажется это это то же самое знаете когда вы кормите ребенка вы подносите ложку и вы сами рот открываете то есть это на каком-то не знаю импульс какой-то срабатывает необычно красиво ребят я вообще сегодня боролась с челкой все утро вы меня расхвалили ну спасибо спасибо у меня теперь челка не очень красиво такая старая стала ну вот так иногда и такое пишут что за бред александра не мешает глаза ну так немножко стыдно говорить про дом 2 да не стыдно боже мой я еще раз говорю я вообще никогда не буду этого стыдиться просто это настолько уже забытое старое что ну это просто правда это то же самое я у вас прошу что про школу сейчас будем спрашиваться да да вот реально это то же самое я была там 7 лет назад 7 лет хотела бы вернуться в школу Тань никогда хотела бы вернуться в универ любимый ресторан в москве их огромное количество поэтому сложно выбрать один я даже не знаю Таня у вас есть дети так кто-то совсем новенький у меня у меня нет детей у меня нет мужей да правда девушка с ульянова в прошлом была история да с анатолием прекрасный мужчина превосходный остались только отличные воспоминания о нем прекрасный мужчина это один наверное из немногих кого действительно могу назвать настоящий мужчиной классный мужик какие планы на ближайший месяц быть в москве работать сейчас выходит трек поэтому работа у меня будет сейчас не початый край а как же так новых проектов новых эмоций весны в душе спасибо спасибо так начались тосты что случилось в роял арбате разборки какие-то были прикинь вот люди откуда откуда вы это все знаете ребята я в шоке откуда у вас вся эта информация воронеж привет мой любимый воронеж кого бы хотела мальчика или девочку первого хотела бы мальчика а потом хотела бы две девочки так вот у меня мои пожелания да мы ушли сразу тоже практически посидели сколько мы там побыли минут на двадцать посмотрели ушли где собираетесь провести лето слан я так люблю лето в москве аслан меня всегда стебет этим в прошлом году я считаю вот что летом из москвы вообще не надо никуда въезжать москва просто потрясающе по итогу все лето не было в москве меня не было в москве поэтому я не знаю планы я никогда вообще никакие не загадываю как можно строить вообще с какой звездой хотела бы фит я очень бы хотела фит с этим как скажи мне джонни боже он просто какой-то невероятный вот с ним вы вообще с кайфом но тане надо немножечко подрасти потому что фит с джонни стоят дорого какой эффект ресницы у вас сейчас у меня уже вообще никакого нет эффекта у меня уже пучки на концах собственно наклеены собственно ручно где вы работаете с чем занимаетесь после дома тут ой ребята серебы с андреем путешествуют по европе кайфуют месяц жили в монако я позволила себе недельную роскошь там дорого там ребятки монако дорого реально это я была не в сезон и как бы если честно я снимала себе далеко не люкс какой-то делюкс а прям вот вы меня знаете я любитель там выйти в сторис из отеля на типа показать рум-тур а тут вы не заметили что в монако рум-тура не было если рум-тура не было значит снимать нечего да короче говоря там даже то что дорого ну просто выглядит как-то ну не именно в монако типа реально то есть я сняла да локация была крутая жила в сам ну там госпитом ты монако метр на метр она небольшая но я жила в центре но отельчик такой типа ну зашла как бы комнатка и как бы все вот это не Абудаби Серега прям прогрессирует разошелся в самовыражениях не на шутку ну давайте я вам так отвечу по поводу Сережи типа это дело каждого ну хочется ему вот так ну ради бога то есть это значит ему так хочется самовыражаться кто я такая чтобы это как-то осудить или же там не знаю сказать то что это неправильно это его дело абсолютно спасибо спасибо девочки рассказал свой маленький секрет что в монаке в монаке в монаке жила в лухаре условия не на самом деле как бы реально я бы хотела в сезон в монако приехать конечно сезон там летом твига все дела классно там конечно айка сбросили только что прям положила не просто я положили да только что сколько лет курите Таня почему разошлись с Анатолием ой ребят если честно это тоже достаточно такая давняя история для меня вообще удивительно что кто-то про нее вспомнил кто-то про нее спросил кто-то о ней сегодня заговорил не понимаю вообще с чем это связано правда таких вопросов вообще крайне было мало это было давно это было еще когда я находилась даже на проекте я даже была участницей вот произошел момент когда против моего согласия в лапе бываешь против моего согласия показали лицо Анатолия в кадре да такая вот была история очень неприятная я считаю что вообще такие вещи недопустимы вот из-за этого естественно у человека были определенного формата моменты неприятные с рабочими вот ну и как-то как-то так сложилось давай это забытое старое ну реально десяти летней давности ничего обсуждать давай расскажем как мы сходили сейчас на премьеру угу ой ребята весь просто российский шоу-бизнес был сегодня на как говорится пьедестале была волочкова был шаляпин шаляпин с подругой да шаляпин с пожилой женщиной киркоров киркоров бузова олечка кто там еще был но это наверное из самых таких нашумевших личностей да вот в общем то да такое интересненькое было собранница почему молчишь про итальянца что сказать по-моему вы мне нечего ответить на этот вопрос Танюшка сколько лет вы курите у меня нет как кстати какого-то срока курения я курю потом я не курю поэтому в этой опасность что вы очаровываетесь это типа харизмы обаянием а на деле это бледуны которые умеют только пыль в глаза пускать как лайк поставить Таня у кого делаете губы губы я вообще последний раз делала 300 лет назад у одной девушки руку я кстати никогда не меняла я игнорирую сообщение про итальянца потому что это такая моя личная история вот вот и они не хочу говорить видите сразу у меня и настроение изменилось не задаете вопрос я начинаю расстраиваться зачем вы меня расстраиваете я челка опять пошла гулять вы в России да мы на Арбате вообще сейчас когда папа приедет папа кстати приедет в 12 реально реально в смысле сегодня ночи да через час да завтра мы идем к стоматологу я не расстраиваюсь я просто об этом не хочу говорить вы ничего не знаете как бы что произошло и так далее и так далее я просто игнорирую эту тему потому что это мое личное если я посчитаю нужным конечно я поделюсь вот ну так же Таня через 5 минут Аслан я просто Аслана всегда говорила я никогда не буду афишировать свою личную жизнь никогда так же Таня чисто рилс на день всех влюбленных а почему мы нет как может называться сериал твоей жизни вот ты говоришь о том насколько ты любишь вообще своих свою аудиторию мой сериал бы назывался я не знаю итальянские страсти не знаю как назывался бы мой сериал но точно что-нибудь связанное со страстью тебе не везет с парнями вот Кристи как вас зовут девушка простите во-первых вы меня всегда хейтите я вас четко помню вот ваше вот это вот платье я запомнила и когда мне пишут такие вот моментики ооо Марвел хеллоу только видели с тобой ну видишь я говорю еще пока в Лухаре апартаментах нахожусь поэтому решили эфир провести а я можно чай пить как бы я вторую кружку зря челки очень вам идет да я щас тоже что-то смотрю мне уже что-то начинает нравиться мне вообще супер так же сериал назывался хюрен турецкий стой ты была на маму похожа прям сильно стой с прошлой челкой да а сейчас сейчас уже не так сильно ой спасибо спасибо продаю спасибо я не взначай такая встала волосы поправит спасибо любимых сфоткал пока спала а спасибо девочки мои девочки спасибо спасибо я не знаю зачем от меня действительно очень много людей не прям конечно прям супер много есть хейтеры которыми нет что я вам сделала понять не могу просто вот но не нравлюсь у меня одна женщина она прям в возрасте ей лет 65 она меня задрачивает каждый божий день вот вы понимаете я не блокирую никогда я просто задаюсь вопросом зачем взрослой женщине у которой уже есть наверняка дети внуки уже есть вот ты смотришь молоденькую девчонку и льешь какую-то грязь просто без остановки зачем мужик один какой-то тоже вообще не все бешеный вы бы видели его просто тоже там такую ересь пишет ну как бы короче периодически как не откроешь типа думаешь боже мой что вообще происходит что у людей в голове ну правда даже немножко жутковато так сейчас мы полезет да не господи аслан только проговорила про хейтеров и что лезть можно я полезу зачем мне нравится таня катя мне 75 катя 75 просто он лав вы прекрасная женщина про вес не говорите ладно вы сейчас довольны своей фигурой не совсем не совсем я бы еще сделал определенные корректировочки своей фигурки довела бы ее до состояния которое я вижу тогда будут довольны есть моментик которую я бы себе довела до ума точно но я всю жизнь буду недовольна своей фигурой вам честно скажу всю свою жизнь потому что ну как бы я сама по себе такой человек блин ребят про курению про пожалуйста я все понимаю что вы переживаете за моё здоровье я обязательно к этому приду я себя успокаиваю тем что в любом случае рано или поздно этот момент настанет сто процентов час x настанет меня значит пока я этого сама не хочу я к этому не готова что купил родителям на празднике путевку я купила они сейчас папа зубы делает они с мамой летят я же это показывала на рутёбе так за квартиру точно тоже не надо уже будут они так начинаются уже опять вот эти вот провокационные вопросы что с прогнозом прогноз идет прогноз идет сегодня только подписывала документики по погодке прогноз идет прогноз отличный моя смена двадцать первого по моему да 21 числа кистики курите самые тяжелые амбар для женщин со стоким характером они реально самые тяжелые прикинь его знал амбар с ума сойти короче не курить плохая вообще история курение вредит вашему здоровью есть одышка на тренировке естественно естественно но нет такого чтобы я там прям умирала задыхалась я просто делаю перерывы между подходами что это за поэмы начались у меня белая нежная как сама зима ну где ты что это адресок записываешь смс короче в итоге сказал что мужчина о том что я беременна он знает об этом уже три дня и до сих пор ко мне не пришел цветы не отправил только смс пишет люблю тебя а как сказала наша гузеева не хочу я бранные слова произносить в эфире нехорошие то не то пьяный блин вот скажите почему если я в хорошем настроении улыбаюсь пью чай вы думаете что я пьяная понять не могу то есть если человек выходит у него классное настроение то я как бы значит немножко под шофе или что значит по поводу ребенка аслан я тебя в курс дела ввиду я вела прямой эфир два дня назад ко мне выходит девушка в прямой эфир и говорит я узнала что я беременна я вам тоже сообщаю ситуация на самом деле не смешная она играть я не знаю что делать и стоит ли говорить парню или нет конечно как бы стоит она говорит ну есть такое правило что типов первоначальных этапах лучше не говорить аудитории лучше не говорить другим людям лучше не говорить но естественно парню об этом нужно сказать как бы вы узнали что вы ждете ребеночка конечно этой хорошей новостью вы должны поделиться ну со своим мужчиной точно вот и сейчас девушка пишет то что он узнал и что-то не отправил да что хочу вам сказать какой вам дать совет смотрите в любом случае какая бы ни была у него реакция всегда рассчитывайте только на себя то есть здесь понятно что очень легко рассуждать но женщина при любых обстоятельствах должна рассчитывать только на себя даже если вас может мужчина будет безумно любить просто с ума сойти как то есть вы должны четко понимать что можно же на для женского дневника оставить ладно не я просто хочу ее поддержать реально блять не получается аслан я узнал что беременную рассчитывая только на себя то и нет я это с хорошей точки зрения говорю что в любом случае не надо переживать сильно расстраиваться думать сейчас о своем состоянии о своем здоровье внутри вас живет новая жизнь правильно пишет там не ясно что все было между ними как можно там вообще типа я готов к семье скоро все будет хорошо типа скоро будет жить вместе предложение сделать но за два года не сделал ничего ну я говорю здесь сложно давать вообще советы какие-то потому что все очень индивидуально я не знаю какие у вас взаимоотношения и так далее вообще девочки мой вам совет вообще всем правильно выбирайте рядом мужчину потому что в любом случае может такое произойти даже внеплановая история когда вы ложитесь мужчины в постель вы должны четко понимать что может произойти такое что вы потом увидите две полоски поэтому думайте миллион раз с кем вы это делаете конечно я тоже могу так легко рассуждать Аслан тебе нравится Таня ну давай уже ладно говори мало зрителей еще для этих историй ну давай уже ладно ты читаешь что? да можно я не буду? потому что у нас два запроса на эфир кто-то с нами хочет выйти я не знаю что делать я здесь вот знаете я такой с мамой посоветую свою да посоветую со своей мамой я естественно всегда против как бы этих историй то что вы описали спасибо девочки спасибо кто этот мужчина кто же этот мужчина твои мама а что там за отель писали что за советы по отелям это вообще неадекватный чувак что ты понимал он там пишет и на русском и на английском и хочу и не хочу и короче там вообще-то просто нет это мой друг Аслан мама будет в шоке красавчики 21 выросла замуж и если вас полюбит то полюбит и с ребенком вот совершенно правильно совершенно правильно то есть ну полностью с девушкой согласна не бойтесь ребенка конечно оставлять короче Аслан нас уже поженили с тобой все ага такая история такая вот история да нет там превратилась в чат советов ну на самом деле вы должны себя послушать да do you know English Аслан do you speak English yes of course а давай выйдем в эфир с этой девушкой девушка вы готовы выйти с нами в эфир хочется вас поддержать эмоционально я крайне редко вообще с кем-то выхожу вот так вот в эфиры но вас очень хочу поддержать если вы не стесняетесь то мы можем это сделать прямо сейчас я думаю что все только вас поддержит вы услышите огромное количество в свою сторону правильных добрых вещей потому что моя аудитория очень отзывчивая понимающая а запрос пришел какой-то наверное давай посмотрим это она ой нет у меня была как темная аватарка этот маффин уже проходит добрый полицейский стал такой да херню писал да мы вас поддержим я вот прям с удовольствием сейчас папу будем все вместе встречать в эфире но если мы еще час тут просидим то получается да татьяна что в стакане виски виски люблю пить без колы на диете да и чай это девочки чай обычный черный чай так ну девушка не выходит спасибо сейчас расплачиваюсь я не могу показать свое лицо перед всеми маято золотая маято ну обычно бы в такой не поверил но тут прям да татьяна песня дура слышу два дня уже что мне делать ну ты можешь не показывать лицо наверное да пусть говорит о я не знаю давайте попробуем а вы можете не показывать лица можно только заднюю камеру включил это все да вы можете выйти просто с нами пообщаться вот так я думаю что вам сейчас как раз таки это очень необходимо love from india индию мы любим а ты уже тоже собираетесь посетить ам по поводу америки слушайте только сегодня кстати я писала девочки которая да мне по визе помогала европейской она мне кстати сказала то что типа в принципе ничего сложного там нет с открытием да да но это просто гемор в плане того что нужно ехать в другую страну так это же экспириенс новый для нас да давай подожди так у нас словно я уже просто рекомендую хотя бы в чайник ли так Маша мы за тебя переживаем Маша улетела сегодня в Дубай моя подружка запросик на участие Машуль ну давай где эта рыбка моя ну Маша короче улетела моя подружка в Дубай и пишет мне через 4 часа но я так поняла она прилетела обнаружила что она улетела без карты забыла карту ну в обменник может поменять же в любом не не карту она не может расплачиваться типа ты можешь найти чаты Дубая и тебе привезут наличку в Дирхамах а ты переведешь через Тинькофф как мы делали не смотри она хочет типа наличкой понятно типа она у нее такая была карта чтобы она могла расплачиваться не наличкой а картой какой красавчик ваш друг вот так вот так Маша ты в эфир выйдешь или что я понять не могу Дубай Дубай я тебя жду давай в эфирчик выйдем покажешь нам погоду в Дубае мы посмотрим искренне за тебя порадуемся да Слава покажем тебе нашу погоду она у нас одинаковая примерно сейчас ну и где ты не поняла а она прихорашивала примерно примерно такая же будет оплата сейчас если ипотека или даже ипотека меньше ипотека меньше отлично у нас у нас теперь вы видите только мою фигуру ма мы не видим ма шулик ма а а а нифига слушай от маски то народ то пошел ма ма ты блогером стала а ну признавайся это просто новое уведомление вышло что срокова вышла с кем-то да и твоим типа тоже вышло уведомлением а вот так вот ма ну дуба не работают инстаграм тоже ну как бы сорян маша отключилась воронеж владик привет пишет мой одноклассник влад чисто приветик к тебе а что с качеством масса давай пусть подсчетом у тебя понять не могу интернет не раздали в отеле что случилось ну ну маша присоединился так маша поймала вай фай отлично маша включили пен я тебя так что такое я посмотрел что видно что за фигня тебе не нам не видно маш что происходит а я еще там досижу ой какие мы хорошенькие ваще да ну тебя блин жопу короче давай там вай фай просеян ресепшн и выходи к нам покажи нам как там люди живут в дубая рост как дубайскую кто-то прям активно пишет на английском пишет что он ничего не понимает да да но он все равно тут сидит у мужчины зубы натурально выглядят у него свои зубы ребята у аслана свои зубы шикарные недавно мне говорит тань может сделать виниры не вздумай запомните если у вас свои классные зубы никогда не делайте винир ни один стоматолог хороший во первых он вам их просто не поставить заговори тоже не один стоматолог все будут отказываться если у вас свои классные зубки поэтому не не надо вас так неудачно подстригли ну спасибо так кому скучно друзья с камчатского края надо на камчатку съездить летом там круто очень летом именно на камчатку надо ехать нет там нужно на вулкан не на миг и на санок там тоже интересно крабов наловим да а ты знаешь что на камчатке кормят кошек и собачек икрой и рыбой потому что там это дешевле чем огурцы с помидорами ну типа дешевле чем я не знаю из-за этого и полетим на камчатку Таня планирует учиться профессионально на ведущую ой зубята ходила я как-то на занятия по риторике речи по всей этой истории что хочу сказать в целом я кстати реально мне сказали что мне немножко выдает мой воронежский акцент в каких-то моментах мы этого не слышим я этого не слышу я тоже ходил мне вообще не зашло нет это мой друг мой друг ослан я тебя сегодня не знаю раз 500 уже представила что мне там узнавались да 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 так почему вот я нормально не вижу сообщение как питаешься можно рассказывать как я питаюсь два часа назад сжала вот такой вот футдог нет реально кстати почти не съела хлеб ладно уж ну хлеб потому что там вот такой батончик дали просто вот реально у меня не всегда то есть я конечно стараюсь держать питание не есть жирную еду не потому что я боюсь поправиться жир это целлюлит который мне не нужен вот вообще я его не жду поэтому девочки жирную еду не ешьте кляры масло вот это все не надо не надо а как так тогда ты не поправляешься поделись секретом так я и говорю я не ем жирную еду все не ем жир на жире чайник покажи ну здрасте может так нет реально реально подташнивает почему я не вижу их сообщения аслан то что мы чересчур долго сидим нормально просто ну чуть ниже ты идешь а как мне вот посмотреть а знаешь как сделала вот так вот выйди а так можно да сейчас они обновят вот все супер он был программист там а нет немножечко зачем обрезала волосы а как же картошечка с селедочкой да это просто мед друзья я бы с удовольствием если бы я могла позволить есть абсолютно все я бы на каждый вечер ела бы жареную картошку жареные грибочки селедку запивала бы это все не знаю водочкой но не водку водку кстати вообще не люблю и да фу где живет аслан в москве тяжело быть такой пантеры очень вы знаете каждое утро просыпаюсь думаю боже как тяжело мне мне кажется что либо мы немножечко зависаем вот у меня такое ощущение вот либо я не знаю что происходит а зачем Америка приезжайте в Смоленск правда это Америка господи боже мой а вот так а ребят вы меня не видите что ли что происходит вы меня видите почему так у Аслана просто темнота реально а обнове странно странно у меня в пенсию я в курсе вообще выйду и и зайду очень очень странно а все есть картинка все да что может в пену странно очень и видит и слышит меня видим только зубы уже неплохо знаете по поводу по поводу приема пищи девочки да у меня нет особенного какого-то приема пищи честно вам говорю сейчас мне просто тренер сказала Таня ешь белок если ты хочешь чтобы подросла твоя жопа ешь белок мясо рыба овощи фрукты кстати в больших дозах есть нельзя это для тех кто хочет немножечко мышцу добавить в сторону ягодиц то что хочу конкретно сделать я все а ты видел мне класс пришел а это что вот так вот а кстати это новая тема и сердечко а вы видели заложенцы своего лакшери образа на самом деле обычная девушка я абсолютно простой человек что вы вообще взяли с чего вы вообще взяли что у меня лакшери образ то есть ну типа я не понимаю многие люди просто видят просто лайф осла просто реалайф ты слышал мой акцент американского реалайф ипс до добрал на 10 лет визу я тебе был консул на самом деле стыдно стыдобище что я не знаю английский язык стыдобище сколько раз я ходила на всевозможные курсы это просто вот девочки давайте можно чтобы мне было еще более стремно я задам вопрос вам кто знает английский кто может свободно на нем разговаривать напишите пожалуйста в коментаре только честно кто разговаривает на английском языке свободно да уважаю просто хлеба девушка в москвич когда а шо а шо никто в смысле никто не может такого быть не верю маффин конечно вот 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 люди пишут разговаривают люди разговаривают на английском это самый простой для понятно ребята просто большие молодцы кто говорит на английском языке знаете хотя бы базу знать какую-то я я разговариваю на языке потому что естественно путешествую но я разговариваю на таком английском меня понимают конечно что я хочу но в переводе это звучит максимально смешно то есть с американцем я бы не смогла поговорить а да я расскажу историю ну да да мы стоим на баре в каком-то прикольном баре в дубае ну и что за мы стоим и какой-то парень подходит и так ну короче там ну просто мы познакомились все компании и таня говорит рассказать ну давай что там на английском что-то сказали да что я сказал i'm single а я сегодня одна он спрашивает да типа ты кто а мы в клубе музыка орёт там коктейли все дела и я такая громко как наворачиваюсь i'm single да и улыбаюсь а теперь а теперь подожди а он говорит i'm single too и таня вау а слав просто умирает понимаете что в переводе я сказала я хотела сказать типа я певица и улыбаюсь типа там как классно он такой я типа пою тоже я такая вау а в переводе это типа я сказала ему есть i'm вот как i'm single это я одна а певица тоже сингл но сингер сингер пишите сингер сингер и сингл это типа ну два разных слова короче я с таким лицом аааа i'm single и сегодня одна тоже он такой аааа i'm too single я вау really you're single ты один класс там уже все да ой господи боже мой сейчас это айкас был i'm single мужчины не нападают на тебя я послушайте как вот тоже можно на меня немножко напасть ну типа я вот тоже вот этого не понимаю когда говорят о том что там некоторые женщины вот от меня он там не может отстать и так ну хотя я тоже еще та штучка значит мне как то ну надо чтобы немножко еще в моем поле побыл я тоже могу типа ой все я с ним не общаюсь а я его заблокировала а потом по итогу а потом по итогу здрасте добрый вечер я здесь короче все мы немножко такие знаете красиво с челкой супер спасибо блин а я утром так расстроилась что там а у меня закончила стираться посудомойка постиралась посуду как тебе таню твоя невеста боже ребят ну правда не задавайте таких странных вопрос посмотрите вот есть история про дружбу она реально существует когда люди реально дружбу где не было такого ну реально то есть такое бывает мы путешествуем вместе мы живем в одном номере у нас разные кровати нам как бы это во первых и весело и классно что мы вместе путешествуем ну естественно из экономии средств потому что мы скидываемся за номер вдвоем короче то есть такие движения взаимовыгодное сотрудничество вот так вот да только из-за выгода со мной общаюсь ясно вот так познаются все нарощенный сняла другой человек ой девочки я говорю я когда сняла нарощенные волосы я ходила с тремя перьями два слева один справа как я проходила так два года вообще не ясно но я выдержала этот момент кстати скоро пойду плазму опять колоть себе в голову ой будут меня колоть не может да быть челябинский может и не может а нам путешествовать выгодно да поэтому знаешь что то тебе нужно так ну короче я это выясню по ходу событий я вам расскажу выйду в эфир и расскажу что у нас эфирчик тогда подзатянулся сегодня ресницы красивые девочки это уже пучочки я подклеиваю у меня уже все подлетало я кстати такой человек я наращиваю ресницы я хожу может быть неделю их вообще не трогая что то они делают потом потом ей хочется ей кажется что они как будто немножко опустились я потом их крашу тушью они естественно быстро отлетают потому что когда смываю макияж я вот так вот тру глаза а потом две недели я себе клею пучки на углы потому что они отлетели вот такая вот у меня стратегия моих ресниц на глазах поэтому вот это длинненькая это все пучки Аслан я решил посмотреть да 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 сбоку когда пьете не бывает того самого ну вот как вы думаете вот ну правда это у нас была ситуация в Анталии с Асланом нерешительно видимо нет у нас с Асланом была ситуация хватит ситуации уже на сегодня давай я не обомню нет когда ты помнишь когда я прям конкретно поддала прям мы были в клубе рад тушить эфир я сейчас все вообще свои скелеты в шкафу открою мы были в ночном клубе Таня подожди я не понимаю какую-то историю хочешь сказать когда я блевала в туалете ага обблевала весь туалет просто господи ужасно конечно вообще в последний раз нам в школе блевала это кстати в ту же ночь было когда я сториста да да когда я решила рассказать своим подписчикам 12 ночи что мне осталось уже и недели носить бандаж это было 5 утра на секундочку а не 12 ночи класс челка пиздец ну вот так вот вот так такая вот нужно просто ее рассмотреть не все поймут очень суперская мне кажется у вас на тебя взгляд уже меняется блин вы знаете мне вот почему то что кажется я присмотрюсь хорошо даже видите он даже уже не может в кадр выйти потому что он уже нервничает даже не пью чай господи он же закончился чай чая нет все ребята все чай кончился что мешает девушкам которые плохо танцуют аслан что они бревно наверное вот вам ответ от мужчины и вот такие вот дела на счет всегда только на один чай тоже извините чай не напасешься тоже такие интересные ой спасибо девочку вы всегда так распаливать мне же прям неудобно с честным спасибо слан кто тебе танюша друг это мне друг уже даже знаешь с этим я вино есть белая не могу почему а что такое венцо есть белая на самом деле тоже не планировал у меня завтра тренировочка завтра таки немножко спортивные планы спортплэн сланту можно ой девчонки видишь сразу поживились у меня на самом деле знаете скучные друзья реально много кто не пьет вот такие вот все они на зожах на спорта ок а это так вот подсказывают тебе приветики приветики девочки я не могу решиться просто почему опять не вижу сообщение нравится огонь спасибо рыбочки мои просто ван лав да еще раз сердечко еще как это почему не работает ниже вот это все вам перестал работать вот блин прикольно очень прикольно ну вы поймали вообще сердца мое или нет не понять не могу что происходит какое-то настроение очень озорное удивление удивление а что за винцо сейчас покажу винчик у вас конечно сильно много да подожди у нас должна быть такая еще бутылочка я так полагаю есть полная полная ну это немножко уже начатое вот такая вот бутылочка голден к как она была куплена кто бы знал это отдельная история сидели как-то мы втроем я катя скалон и аслан время было без пяти одиннадцать и тут вот таня говорит ребята не хотите винца выпить и все просто в один голос да я говорю так у нас есть ровно пять минут мы поскакали в чем мы были одеты естественно вообще не выбирая мы забегаем в магазин и вот первое но аслан все равно включил логически схватила эту бутылку уже идет кассе да на 2 схватила у нас была минута на размышлении было написано 3 по цене 2 короче третью можно было просто в подарок взять да в общем аслан еще схватил третью да они такие зачем я такой вы взяли две короче короче говоря это был самый самый быстрый самое быстрое решение покупки какие планы на вечер у вас на вечер у вас ну вот в эфире у вас уже да они осуществились у аслана тоже крутая стричка укладка ну-ка аслан покажись да у меня она в смысле заросшая завтра я пойду к стилисту уже и бороду сделать и стрижку ой девочки ну вот прям вообще захваливаете я же все читаю опять сердечки надо справлять получается аслан давай тоже отправляем сердечки у меня отправляется подожди лезу в кадр вот давай почему мне некрасивое такое сердечко во пошло пошло а вот так можете сделать да ну типа видишь пульсация бац у тебя с красными ногтями вообще супер красиво ой очень прикольно аслан отправил где я класс не идет а там еще типа класс ну ты же как-то сделала первый раз ну я кстати вообще не палец показала да вау это что было ты видел чисто фейерверки пошли а ну класс ничего не происходит ослаб второй раз не получится но нет кстати ну реально все не работает один раз только фейерверк может дать ты как-то его сдернула что ли есть вариант что-то сделать происходит а вот но фейерверк то это знаешь как шампанское тебе какая-то наигранная стала господи боже подожди вот это тоже что-то значило сто процентов ничего тоже не происходит единственное что я вижу что мне надо маникюр сделать все и чё может вот так так короче ну все ничего не произошло аслан я хочу чтоб показали пальцы ну а ты смотришь как это работает типа у нас сердечко только работает даже даже уже она не работает короче понял все а вот пошло пошло ой господи да не 31 год вот сердечки отправлять вот она пока что она делает как вот она показывает вот так нет ничего такого нет 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 а вторую руку покажи полностью тут я только пальцы показал а типа надо поддать может быть а а а а класс короче ладно давай на вопросы лучше отвечать чем знаешь как какие-то эти деградаты пальчики в камеру тычем букву м сделай пальцами и чё ничего не происходит какой-то развод просто реально галимы развод Ислан ферверк хочу опять папа пришел папа заходи папа почему мы их идем заходи заходи как ты добрался да ну красавица привет так так папулик папулик приехал всем здрасте 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 я же вам говорила папа приедет мы тебя на дом в одном не оставляем да 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 ну скоро вы полетите с мамой наконец-таки мы там с мамой да когда-нибудь слава тебе господи оставим тебя хоть бы чуть-чуть да в одиночестве папа ладно поздоровайся здрасте здрасте всем тебя тут ждали мне кажется больше чем меня да когда папа приедете тут считали реально всем здравствуйте ты голодный? ну вообще что-нибудь перекусил бы наверное там еще от мамы кстати осталось что-то я жить не буду я могу предположить что еще от мамы что-то о так папулечка тебе приветик все передают спасибо так ну че так ну че так ну я пойду пока вы занимайтесь давай пять минут и все буду папу кормить папу по здоровью уставший папу я челку себя отстригла смотри ну теперь челку смотри ну че с челкой тебе хорошо да ну вот ну че только классно а вот была когда я тебе говорил прям как девочка вот так было или как она уложена просто была по другому ну ты все завершила нет общаюсь с челкой говорить тебе хорошо не вот было когда когда это уплата сейчас другая я просто выпрямила поэтому ну ты укоротил я так понимаю ну немножко я обновила для того что честно вообще не немножко а сильно укоротил начинается ну че начинается очень сильно укоротила должны быть живенькие какие живенькие она не слушает ведь да ребята всегда рада видеть своих родителей господи боже всегда я рада видеть своих родителей ведь кто-то моему вообще немножко неправильно а я не увидел что-то ну про что такое батя привет на первый раз мне тоже не сильно понравилось от Серёги Болдова тебе привет а потом как рассмотрел Серёночка тебе тоже привет ну вот тоже со мной сидит в эфире такс Серёж сейчас лично Сергей Александрович хочет с тобой поздравить хочу поприветствовать его серый серый где он есть не вижу ну он а он видит он видит серый приветики как ты там дружище ну он не слышит мы его не слышим ну папуль конечно он тебя только видит он тебя видит и слышит ну тогда приветики дружище дружище я вижу я вижу я вижу я вижу я вижу да очень хорошо ну не буду я лучше тогда мы с тобой индивидуально поговорим на прямом эфире папу леди ты не хотел куда-то пойти иди сходи короче буду я закругляться в прямом эфире вообще классно поболтали но пора отдыхать сколько у нас уже 12 часов ночи мы со Сланом еще не весь чай выпили сейчас буду папу кормить папа каждый раз мне привозит сладости то что я вообще не ела а знаете вам сейчас как быть если муж оскорбляет границы выстраивайте четкие девочки всегда со своими мужчинами нельзя нельзя короче 4 реакции бывает сердечко смеющийся смайлик а смеющийся как сделать палец вверх аплодисменты а ты аплодисменты сделай будет фейерверк нет и что может быть типа надо шире нет причем так распознают блин по тупому через 10 раз что непонятно вот прикинь сейчас люди только заходят они стоят как дура это сердечко ну все магия отправила вам свою любовь все ребятки классно провели эфир целую вас обнимаю добрых снов ну все и и и и и